МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Не будет главным героем второй части проекта, увы. Возвращение же Арнольда Шварценеггера к роли Эмиля Ротмайера пока что находится под вопросом. Сценаристом ленты назначен Майкл Чепман, работавший и над оригинальным фильмом. Съемки «Плана побега 2» стартуют 15 марта в Огайо и Китае. Сиквел фантастического хита Джеймса Кэмерона «Аватар» начнут снимать в августе. Об этом заявил сам режиссер. Практически год назад Кэмерон уже обещал приступить к съемкам новой кинофраншизы весной 2016 года. Однако планы поменялись. До настоящего времени режиссер занимался писательством. Он решил создать сценарий сразу всех серий, а уж после этого отправиться на съемочную площадку. По заявлению режиссера, его внимание сосредоточено не только на второй части. Одновременно он работает над второй, третьей, четвертой и пятой частью фильма. По его словам, они все разработаны и важны. Впрочем, уже точно известно, что с актерами на съемочной площадке Кэмерон встретится нынешним летом. Джеймс отмечает, что наконец-то закончил сценарий и может заняться своим любимым делом – режиссировать. Уже подтверждено, что в проекте снова будут заняты Сэм Уоррингтон, Зоя Салдана, Стивен Лэнг и Сигурни Уивер. Все большими подробностями обрастает грядущий блокбастер Шейна Блэка «Хищник». Стал известен актер, который сыграет космического охотника. Это Кайл Страутс, до этого из запоминающихся работ, снявшийся в «Хижине в лесу». Вместе с тем, совсем недавно от участия в фильме отказался Конор Макгрегор, чемпион по боям без правил, так как он не смог договориться по графикам съемок. Напомню, лента является прямым продолжением первых двух фильмов. В кинофильм утвержден первоначальный состав актеров, в том числе «Фифтицент», «Оливия Мун» и «Бойт Холлбрук», который, кстати, играет бывшего морского пехотинца, узнавшего о существовании инопланетян и пытающегося безуспешно убедить всех вокруг, что пришельцы уже здесь. Отмечу, что от главной роли в свое время отказался Бенисио Дель Торо. Что же касается дизайна «Хищника», то создатели решили взять за основу классический дизайн Стэна Уинстона и сохранить легко узнаваемый образ. Что из этого выйдет, узнаем в следующем году. А пока продолжаем следить за новостями. Легендарный актер жанра хоррор Роберт Инглунд снова примерил полосатый свитер и грим Фредди Крюгера. Они понадобились для съемок документального фильма «Кошмары в кресле гримера». Инглунд в фильме будет рассказывать о том, как десятилетиями играл культового злодея во франшизе «Кошмар на улице Вязов». Также о своем участии в проекте расскажет легендарный мастер кровавых спецэффектов Роберт Курцман. Сам Роберт Инглунд называет эту документальную картину своим любовным посланием франшизе и всем, кто над ней работал. Как сказал Инглунд в интервью, я всегда восхищался талантами художников и гримеров. Документальный фильм не только расскажет об их работе, но, думаю, вполне может вдохновить новое поколение специалистов по гриму. Я очень рад снова стать Фредди для того, чтобы поделиться с фанатами подробностями гримирования. Добавлю, премьера «Кошмара в кресле гримера» состоится в 2017 году на одном из крупных кинофестивалей, после чего последует прокат фильма. На этом у меня все. Следите за интересными новостями в мире кино. Удачи! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова